Дорогие друзья, дорогие слушатели, это слово сегодня хочу говорить о сильной любви Иисуса, о его необыкновенной любви к своим ученикам, ко всем людям. Это удивительно. Особенно просматривается по отношению к Петру. Мы знаем все, что Петр отрекся от Христа трижды. Отрекся тогда, когда Иисусу было особенно тяжело, когда он находился, так сказать, среди людей, его осуждали, били, унижали. И в это время Петр отрекся трижды, и Иисус это видел. Я прочитаю, как было. Перед тем, как все это случилось, что сказал Иисус? Иисус сказал, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Петр отвечал ему, Господи, с тобой готов я и в темницу, и на смерть идти. Но Иисус сказал, говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. Вот такая интересная ситуация. Иисус все знает наперед. И Он знал, что Петр отречется от Него. Но Он сказал мне что очень важное. Он сказал, я помолился за тебя, чтобы твоя вера не оскудела. То есть вера, чтобы сохранилась, несмотря на то, что Петр вот сильно-сильно согрешит, не оскудела, и что Петр после этого все же покается. И когда покается, Он сможет утвердить братьев. Я прочитаю еще раз. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Так и случилось. Иисуса повели на казнь. Иисуса, так сказать, одели в это пурпурное платье. Одели на него венец терновый. Поэтому венцу били палками, чтобы вонзились в кости вот эти вот все острые иголки терновника. Его унижали. И Иисус стоял вот так вот, такой униженный, такой побитый. И в это время один из его учеников, очень близкий, отрекается от него. Ну, казалось бы, вообще-то простить-то невозможно. Но Иисус прощает. Он прощает. Мы видим, Петр, когда Иисус посмотрел на него, он горько заплакал. Почему-то Петр думал, что не случится с ним. Но случилось. От страха, от всего, что тут происходило. Может быть, он, не знаю, хотел быть вблизи Иисуса. И поэтому он, так сказать, вот так отрекался. Не знаю. Во всяком случае, он отрекся трижды. Тот из учеников, которого Иисус вел на гору преображения. Где он был с ним, который видел все, как голос с неба говорил. Это Сын мой возлюбленный. В Нем Мое благоволение. Он видел, как исцелялись, воскресали люди. И теперь он откликается от Него. Можно бы сказать, Иисус, все, это было падение Петра. Это было падение на долгое время. Может быть, надо ему осознать это падение. Может быть, надо ему дать год, два, три, чтобы потом, может быть, он и покаяться. Но случается нечто особенное. Уже по воскресенье Христа, через несколько дней, они встречаются. И Иисус дает задание Петру. Просто это очень трогательно. Не знаю, когда я это читаю здесь. Это уже в Иоанна Грета Иоанна написано, 21 глава, 15 стиха. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру. Симон Иоанн, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему, паси агнцев моих. То есть, Петр остается апостолом. Апостольское звание не снимается с него, потому что он отрекся. Иисус ему полностью, полностью простил. Но он спрашивает его опять, любишь ли ты более, чем другие. Потому что в тот момент Петр говорил, что они отречутся от Христа, даже если все отрекутся. Он опять спрашивает его, любишь ли ты более. Петру тогда казалось, что он может лучше других. Если другие отрекутся, он нет. А теперь, когда состоялось, когда Христос умер на кресте, когда взял на себя грех всего мира на себя. Когда произошло это историческое, сильнейшее событие. И Христос воскрес из мертвых. И теперь, спустя несколько дней, он разговаривает с Петром. Он говорит, любишь ли ты меня более, чем другие. Ему было так важно сказать ему, чтобы он никогда больше не говорил, что он более других. Что он лучше других. Что он не отречется даже тогда, когда все отрекутся. А теперь спрашивает, любишь ли ты более его. И Петр уже так не отвечает детскому. Он говорит, ты знаешь, Господи, я люблю тебя. И сначала Иисус поручает ему агнцев пасти, потом дважды говорит, чтобы пас он овец его. Но он оставляет за ним звание апостола. Причем первого апостола. Не снижнает его. Не убирает у него тех полномочий, которые он хотел раньше дать Петру. И теперь он их дает. Он доверяет ему, доверяет ему такую ответственную работу пасти агнцев, Христа, те, которые покаялись, которые приняли веру в Христа, которые живут в трудностях, в гонениях, чтобы он их пас, чтобы он заботился за них, чтобы он переживал за них, чтобы он молился за них, чтобы он вел их. Вот такой наш Иисус. Он нас любит по-настоящему. И если прощает, то прощает полностью. Спасибо, Господи, за Твою великую любовь. Аминь.